О маленькое и О большое. Давайте я объясню, в каком смысле используется обозначение вот такое, и в каком смысле используется обозначение вот такое. Значит, определение. Функция же называется О большим, вот это нижняя строчка, по большим от Н. В случае, когда существует такая постоянная величина, то, что для любого натурального числа Н, Ж от Н по модулю меньше, чем вот это самое постоянное умножить на модуле Ф. Вот что такое О большое. Когда есть некоторое единое для всех Н число, вот здесь написано, существует такое число, которое годится для всех натуральных числ. что наша Ж не больше, чем целое нужное. Все понятно? Вот. А теперь вопрос. Что такое О маленькое? А это вот что такое. Это когда для любого положительного числа Эпсел существует, существует такое натуральное число К, что для любого натурального числа Н, как только оно больше, чем К, больше, чем Н, ну или больше, это не важно, как писать, сразу же Ж от Н Меньше, чем Эпсилон умножить на модуль Ф от Н. То есть, какая идея? Что у нас О маленькое, это когда вот эту величину С постепенно можно уменьшать, 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 и так приблизить, сколько угодно, близко к нулю. То есть, для любого положительного числа Эпселон, с какого-то места функция Ж становится меньше, чем Эпсилон даже умножить на Ф. Она бесконечно малая по сравнению с величиной Ф. А О большое, это просто, ну, какой-то там, не больше, чем, не больше, чем миллион умножить на Ф от Н. Или там, не больше, чем 25 умножить на Ф от Н. В зависимости от того, какая константа. Ребята, это очень удобное и очень важное обозначение при изучении математического анализа. О маленькое и О большое. Дело в том, что вот эту фразу «величина является маленькой». Эту фразу приходится очень часто в математике произносить. Вот эта идея, что там выражение маленькое, поэтому ни на что не влияет. Конечно, можно просто говорить, что оно маленькое, но тогда это выглядит как-то не очень математически, и рано или поздно просчитаешься, ошибешься. А вот эти вот обозначения позволяют это писать в виде точных математических форм. Итак, давайте подводим результат. Н-ное гармоническое число. То есть 1 плюс 1 вторая, плюс 1 треть и так далее, и так далее, плюс 1 н-ное. Натуральный алкалифм Н. Плюс постоянное лейкера. Плюс О большое от одной и так далее. Обратите внимание. Плюс и минус. А это одно и так далее. О большое и минусу большое. Это строго одно и то же. Объясняю, почему. Здесь неравенция, все равно сказать смогли. Поняли? Это позволяет мне обращать внимания на такие мелочи, как прибавить маленькое число или отнять маленькое число. Это как раз мне совершенно не важно. Важно, что вот это главное и... Такая маленькая штучка. Давай. Хорошо. Хорошо.